Продолжение следует... Презвычайно необычных дел. 75-й год. Ленинград. В тот вечер у подъезда остановилась легковушка. Водитель долго сигналил, но вниз никто не спустился. Мужчина недоумевал. Странно. В это время все дома. Почему не вышли встречать? Иван Пелганин вытащил из машины мешок, доверху наполненный рыбой. Потащил тяжелую ношу наверх. Но дома мужчину ждала чудовищная находка. Первый Пелганин увидел свою престарелую мать, 73-летнюю Елизавету Иванову. В луже крови с размозженной головой. В спальне лежала убитая жена. В гостиной Иван нашел сына супруги от первого брака, 23-летнего Алексея Александрова. Но самое страшное мужчина увидел в детской. Труп его, трехлетнего сына Андрюши. А в квартире догорали зажженные свечи. Так начиналась эта драматическая история, которая потрясла своей жестокостью жителей северной столицы. Впрочем, пусть обо всем расскажут мои герои. Лия Душко отдала работе в прокуратуре полжизни. За сильный характер коллеги прозвали ее Железной Леди. Алексей Васильев раскрыл десятки висеков. На вооружении опытного следователя талант аналитика и уникальная память. Михаил Михайлов. Сыщик по призванию. По стулат Глеба Жеглова, вор должен сидеть в тюрьме, для него не зыблю. 75-й год. В СССР закончено сооружение первого участка БАМа. На призыв строить Байкало-Амурскую магистраль откликнулись сотни тысяч людей. Молодые романтики со всего Союза стремятся в тайгу, чтобы испытать себя. И неплохо заработать. Американец Бобби Фишер лишен звания чемпиона мира по шахматам. Он отказался играть с Карповым и автоматически потерял титул. 12-м чемпионом мира становится советский гроссмейстер. Премьера фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за родину». На съемках картины умирает Василий Шукшин. В оставшихся сценах вместо него снимают дублеры. А в Ленинграде начинается громкое расследование. Милиция поднята по тревоге. ЧП всесоюзного масштаба. Убийство целой семьи. На улицу пионерстроя несутся оперативные машины. Такого не помнили даже опытные криминалисты. Все залито кровью, а в каждой комнате по трупу. Смерть семьи Пелганин была страшной и мучительной. Как сейчас, помню, там такая в углу дверь узкая. Значит, вот этот старший сын. И сразу было понятно, что он убегал от преступника. Тот за ним гнался. Это обстоятельство и объясняло, почему Алексей Александров был в верхней одежде. В отличие от других членов семьи. Видимо, парень зашел в квартиру, когда близкие уже были мертвы. Лицом к лицу столкнулся с убийцей и тут же получил смертельный удар по голове. Криминалисты приходят к выводу. Другие пострадавшие, скорее всего, не ожидали нападения. Значит, убийца – человек, которого они хорошо знали. Здесь было ясно, и вот по позам трупов, по месту их нахождения в квартире, что был пущен человек, не чужой. Смерть подкралась внезапно. Елизавета Ивановна готовила любимое блюдо внуку – пекла блины. Поза ее была достаточно спокойна. Но если бы это было постороннее, были бы следы какой-то борьбы. Евгения вешала недавно купленный тюрьм. Как же будет доволен муж? У меня там были приспособления, в помощи которых она могла занавески новую повесить. Маленький Андрюша играл с машинками в своей комнате. Мальчик так и не понял. Что же произошло? Самое ужасное, конечно, этот ребенок. Этот ребенок, который… Мальчишечка в колготочках, игрушки. Подобное преступление для тех спокойных лет – дикость. Но кто и зачем расправился с целой семьей? Какая тайна скрывается за этим преступлением? И что означали зажженные свечи? Секретный обряд? Магия? Может быть, связано с каким-то ритуалом? Или что-то иное? Страшная тайна семьи Пелганин? Он был такой никудышный. Он был такой несчастный. И новый поворот в громком расследовании. Короткое замыкание. Драматическая история о монстре в человеческом обличье. 75-й год. Ленинград. Расследование массового убийства семьи Пелганин продолжалось. Таинственный преступник жестоко расправился с вещами. Пробил голову молотком. Использовал и нож. Особенно ужасной выглядела гибель трехлетнего ребенка. Его-то за что? Орудия преступления нашли там же, в квартире. Молоток в детской, нож в ванной. Однако убийца предусмотрительно стер с них отпечатки. И пробить пальчики не было никакой возможности. Но самое удивительное находилось в гостиной. Стеариновая свеча. Совместное изобретение французского химика Шевреля и ученого Гей-Люсак. Именно они обратили внимание на то, что стеариновая кислота хорошо и ярко горит. Из нее можно делать свечи. Вскоре изобретение быстро распространилось по миру, пока его не вытеснил керосин. Но свечи не исчезли. Они были и есть в каждом доме. Ведь электричество штука ненадежная, даже в 21 веке. А старая добрая свечка она никогда не подведет. Именно стеариновые свечи были обнаружены на месте трагедии. Более того, свечи горели. Одна в гостиной, а другая в детской. Рядом с телом убитого Андрюши. Что за странный ритуал? Вначале были предположения, что нечто может быть связано с каким-то ритуалом. Намеки. Потому что у нас бывали преступления, когда пытались, как версия, вводящая в сторону следствия, нечто изобразить, чтобы, так сказать, думали, что тут что-то ритуальное. Да, подобные преступления случались и в СССР. Например, так называемое дело Скопцов. В конце 60-х в нескольких областях находили тела с отрезанными половыми органами. И самое ужасное. Среди пострадавших были дети. Позже станет известно. Эти преступления на совести кровавой секты. Правда, в те времена об этом знали немногие. Подробности этой истории были засекречены. Подобного в обществе строителей коммунизма быть не могло. Неужели и тут ритуальное убийство? Выяснилась, одна из убитых, 73-летняя Елизавета Ивановна, была женщиной религиозной. Она какое-то время в молодости состояла в какой-то секции, что-то такое, какие-то связи у нее сохранились. Но версия о религиозных фанатиках развалилась. Оперативник Котков обратил внимание на газовую плиту. Выключатели были повернуты в положение открыто. Сразу газ перекрыл, так как газ была плитка, и вышли газом. Пахло и пахло бензином. И точно на полу в гостиной разлет бензин. А вот и бутылка. В ней остатки горючего. Становится понятным, на что рассчитывал преступник. Швечи нагорят, бензин вспыхнет, квартира сгорит, и все улики будут уничтожены. Однако хитроумный план не сработал. Конструкция из книг, сооруженная преступником, напротив, предотвратила возгорание. Швечи оказались в замкнутом пространстве, а они просто догорели, и все. Пламя не колебало. К счастью, взрыва не произошло. По чистой случайности. А так жертв могло было быть намного больше. Сыщики были уверены, кровавой расправе причастен кто-то из родных. Но кто? А вдруг это уцелевший глава семьи Иван Пелгенен? Однако у мужчины было алиби. Иван сообщил, ездил по работе в Приморск. Вот даже рыбы привез. Заранее все продумал. А почему бы и нет? Уж как-то подозрительно был спокоен Иван. Он супругу свою называл мамочкой. Я вот приехал домой, говорят, у меня мамочка убита, бабушка убита. Там еще, значит, дети. Вот это как-то вызывало недоумение и сомнение, настолько ли он здесь ни при чем. А тут еще всплыла любопытная деталь, которая усилила подозрение. Находится свидетель, который сообщает, буквально вчера видел машину Пелгенена. И она стояла на своем привычном месте, у подъезда. Вот так поворот. Ивана задерживают. Первое подозрение пало на него, что он придумал какую-то версию. Но, во всяком случае, в силу каких-то семейных взаимоотношений, он мог совершить это ужасное убийство. Тем временем эксперты приходят к выводу. Смерть потерпевших наступила двое суток назад, 14 октября. Но как такое возможно? Ведь 16 октября в квартире погибших еще горели свечи. В поисках истины начальник уголовного розыска Михайлов проводит эксперимент. Мы жгли свечи, засекали время. Сколько нужно, пройдет времени, чтобы, значит, вот, свечи догорели. И это время было установлено. Семь часов. Выходит, преступник приходил в квартиру два раза. Первый 14 октября, чтобы совершить убийство. И второй 16 октября, чтобы устроить взрыв газа и замести следы. Сыщики осматривают чердак и подвал. Не оставляют без внимания даже мусоропровод. И находят носовой платок. Он перепачкан кровью. Народные дружинники. В СССР добровольные помощники милиции с красными повязками на рукавах ходили целыми отрядами. Имели право задержать нарушителя и даже составить протокол. Мой сосед по коммунальной квартире быстро уловил выгоду. Всего каких-то 4 часа, и у тебя целый отгул. Правда, никогда не вмешивался в конфликтные ситуации. При первой опасности снимал повязку и принимал вид случайного прохожего. Трусость заметили, и штаб ДНД накатал бумагу по месту работы. В тот год мой знакомый пошел в отпуск лютой зимой, в крещенские морозы. Однако в нашей истории народные дружинники сыграли важную роль. Один из них видел, как в подъезд входил мужчина с разбитым носом. Оперативники опрашивают жильцов дома и находят этого человека. Им оказывается некто Белов. Выясняется интересная деталь. Белов состоял на учете у психиатров и был знаком с Евгением Пелганин более 10 лет. Вот это да! Она работала когда-то медсестрой в психоневрологическом дешпанселе. Бывшие коллеги погибшей рассказали, слышали, как Белов не раз угрожал Евгении. Дескать, не снимете диагноз, всех врачей убью. А вдруг он все-таки выполнил угрозу? Однако выясняется. В день убийства Белов гостил у сестры. Вернулся домой поздно вечером. Споткнулся у дома и расквасил нос. А окровавленный платок выбросил в мусоропровод. Стало ясно. Мужчина вне подозрения. И в этот момент поступило сообщение. В соседнем доме найден труп. Убита некая Ирина Тимошенко. Милицию вызвали соседи. Почувствовали неладно. Дверь взломали и обнаружили мертвую хозяйку квартиры. Почерк преступника был идентичным. Сначала женщине пробили голову, а потом перерезали горло ножом. Эксперты установили. Смерть пострадавшей наступила 15 октября. Неужели в городе появился серийный убийца? И он объявил охоту на горожан. Но на этот раз преступник оставил отпечатки. Пальчики немедленно пробили по базе и установили. Они принадлежат некоему Воронову, особо опасному рецидивисту. На его счету 10 грабежей. Ориентировки были отправлены во все отделы милиции. Шла проверка подозрительных граждан, внешне похожих на Воронова. По шоссе на огромной скорости мчались «Жигули». Водитель проигнорировал требования сотрудника ГАИ остановиться. Началась погоня. Пришлось даже стрелять по колесам, чтобы остановить лихача. За рулем машины оказался рецидивист Воронов. Выяснилось, он угнал чей-то автомобиль. Собирался уехать в Петрозаводск, а там залечь на дно. На допросе задержанный полностью признался в убийстве. Но только в одном – Ирина Тимошенко. Приревновал и в порыве гнева лишил жизни. Но к убийству семьи Пелгенен и особенно малолетнего ребенка он не причастен. Выяснилось, 14 октября Воронов угодил в вытрезвитель. А выпустили его только 15-го, когда уже было совершено преступление. Так кто же убийца? Тем временем арестованного Ивана Пелгенена продолжают допрашивать. Находятся и те, кто оказывает на подозреваемого давление. Давай, пиши явку с повинной, а то окажешься у стенки. Но Пелгенен повторяет одно. На мне нет крови родных. Как я мог убить свою мать, жену и маленького ребенка? В дело вмешивается следователь Васильев. Он уверен, в этом деле не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Потому что сомнения сразу появились в том, он ли это. И я помню, это дело было предметом очень серьезного обсуждения. По месту работы Пелгенена сыщики направляют запрос. И очень скоро получают ответ. Алиби Пелгенена проверяют. Иван Пелгенен состоит в должности ревизора. Характеризуется положительно. Нареканий не имеет. Не раз был отмечен почетными грамотами. Неужели такой уважаемый человек истребил свою семью? А вдруг Иван действительно был на службе, когда произошло убийство? Сыщики отправляются в закрытый город Приморск. Сюда не так просто попасть. Это нефтеналивной порт. Конечная точка Балтийской трубопроводной системы. Для въезда требуется специальный пропуск. Миновать КПП нельзя. Оперативники находят записи, сделанные при въезде. Убить семью гражданин Пелгенен просто не мог физически. Утром 14 октября, когда было совершено преступление, он был уже в Приморске. А 16-го, когда были зажжены свечи, его еще не было в Ленинграде. Когда его освободили, он был такой никудышный, он был такой несчастный. То есть человек мало того, что потерял всю семью в одной части, мало того, что он это все увидел, мало того, что он трое суток просидел в КПЗ еще, где уже и кололи еще, так будем говорить. Ну, нет, это жаргонное выражение такое, но допросы постоянные. Пелгенен измучен и вымотан. И вдруг на прощание начинает горячо благодарить сыщиков. А за что? Оказывается, за свой несправедливый арест. Ведь пребывание в камере оградило его от самоубийства. Все-таки потерял всю семью, жену, мать и маленького ребенка. Спасибо, что вы меня задержали. Иначе не знаю, что это кончилось, был бы еще один друг. Но его понять можно, конечно. Тем временем в деле появляется неожиданный поворот. А следы преступника обнаруживаются в Ленинградской области. И этим человеком оказывается тот, про кого давно забыли. Новый след в деле об убийстве четырех человек. Дохлая крыса в подъезде. И борьба за наследство. А в октябре брак уже был расторгнут. Кто и зачем уничтожил целую семью? Короткое замыкание. Неизвестное дело из истории советского сыска. 75-й год. Ленинград. Неизвестный преступник жестоко расправился с целой семьей. С женой Ивана Пелганина Евгении. Его престарелой матерью Елизаветой Ивановной. Маленьким сыном Андрюшей. И сыном супруги от первого брака Алексея. Сыщики рассматривали несколько версий. Под подозрение даже попал глава семьи. Но он оказался ни при чем. В квартире погибших все было перевернуто вверх дном. Как будто там побывали воры. А что, если это действительно так? Сыщики не исключали. Ограбление может быть связано с работой Ивана Пелгина. Ревизия. Ее боялись как огня. Особенно работники советской торговли. Им-то было что скрывать. Неучтенный товар или пылящийся на складе дефицит. Мне рассказывали об одной директрисе продовольственного магазина. Та знала, как обезвредить нагрянувшего с проверкой ревизора. На этот случай у нее был припасен дорогой коньяк и конвертик с благодарностью за не очень скрупулезную работу. И Леоноре Петровне до поры до времени везло на лояльных ревизоров. Но однажды нарвалась на принципиального, бывшего фронтовика. Хищения вскрылись, и новым местом Леонора Петровны стала прачечная. В исправительной колонии где-то на Урале. Говорят, бывшая директриса и там утаивала мыло и стиральный порошок. Ну, что поделать? Привычка. Иван Пелганин работал ревизором и часто выезжал на внезапные проверки. Не шел на компромиссы, взяток не брал. А что, если ему отомстил кто-то из тех, кого он проверял? Убил всю семью ревизора. Пусть теперь страдает. Такое вполне могло быть. Параллельно идет работа с родственниками погибших. А их оказалось очень много. Нам их устанавливали и привозили. У нас был поточный метод, без конца поток такой был. И в зависимости от того, какая категория свидетелей, значит, нас их распределяли по оперативным работам. Нужно было допросить 300 человек. Цифра впечатляющая. И жили они по всему Союзу, от Дальнего Востока до Средней Азии. Проверить-то не так-то просто. Позвонил, надо его вызвать, надо его просить, чтобы получить какие-то данные. Каждый человек, когда идет проверка каждого человека, это очень трудоемкая работа. Выясняется, Иван Пелганин и его погибшая жена имели по два неудачных брака. А может быть, отомстил кто-то из бывших? Подруга Евгении вспомнила об одном неприятном инциденте. По лестнице поднимался мужчина. Было видно, очень спешит. И вот он, пятый этаж. Мужчина остановился у одной из квартир. Оставил какой-то сверток. Нажал на звонок и пули вниз. Дверь открыли не сразу. На пороге показалась Евгения. Она развернула сверток и обомлела от ужаса. В оберточную бумагу была завернута дохлая крыса. Но кто подбросил мертвое животное женщине? Имя этого человека быстро установили. Некто Щеглов. Бывший муж Евгении Пелгина. На допросе мужчина рассказал. Никак не мог смириться с уходом жены. А когда узнал, что она родила ребенка другому мужчине, придумал такую месть. Хотел всего лишь напугать. А вскоре всплыли старые секреты семьи Пелгинен. Их предки были финнами. А буквальный перевод фамилии означал «исполненный страха». Никто и не задумывался о том, насколько говорящей окажется эта фамилия. Семья Пелгинен переехала в новую квартиру за месяц до убийства. До этого жили в коммуналке. В пятером на 15 метрах. И все было хорошо. Но вот только Алексею Александрову, сыну от первого брака, в жилье отказали. Отказ мотивировали, что он не женат и является членом семьи. И права на получение отдельной жилой площади не имеет. И тогда Иван придумал, как быстро решить квартирный вопрос пасынки. В тот день около ЗАГСа толпились родственники. Но одна пара выделялась на общем фоне. Красавица-невеста и неказистый жених. Мало кто знал, весь этот спектакль устроен ради одного – получения вожделенного жилья. В СССР часто заключали фиктивные браки. В основном ради прописки или квартиры. Помню, знакомый моих родителей на старости лет вдруг задумал создать ячейку общества. 80-летний старик пошел в ЗАГС не по любви. Невеста заплатила предприимчивому пенсионеру целых 600 рублей за штамп в паспорте. Так мечтала закрепиться в большом городе. А на вырученные деньги новоявленный молодожен купил себе цветной телевизор «Рубин», чтобы смотреть «Любимый футбол». Алексей Александров тоже женился по расчету. Ради квадратных метров. Молодой человек вступил в брак с двоюродной сестрой Ивана Пелгина – Людмилой Киерл. Ей было все равно, что жених намного ниже ростом и некрасив собой. Главное, она получит прописку в Ленинграде. Ну, после этого была, конечно, в соответствии с имеющимися требованиями закона, предоставлена отдельная квартира на Георгиевской улице. С первого дня начались ссоры с битьем посуды и взаимными упреками. Новая ячейка общества просуществовала недолго. Регистрация брака была в июне, а в октябре брак уже был расторган. После развода бывшие супруги стали искать способы разменять квартиру. Родные Алексея третировали Людмилу, называли «приживалкой». Но провинциалка не уступала. Девушка не собиралась отказываться от своей доли, ведь она столько вытерпела. Ради чего? И тогда разразилась настоящая война за квадратные метры. В то утро к Людмиле наведалась Евгения Пелгиня. Мать Алексея протянула невестке конверт. А когда та заглянула внутрь, то увидела несколько сто-рублевых купюр. Это тебе моральная компенсация. «Забирай и выметайся прочь». Но девушка швырнула деньги в лицо бывшей свекрови и выбежала из квартиры. 75-й год. Ленинград. Сыщики продолжали распутывать непростые взаимоотношения в семье Пелгина. Помощник прокурора Ли Душко сумела подойти к этой деликатной теме по-женски тонко. Одна из племянниц Ивана сообщила ценную информацию. Оказывается, у Пелганина был еще один родственник, о котором совсем забыли. Некто Виктор Весвалов. Я совершенно случайно разговаривала эту девочку, которая молоденькая какая-то, сейчас я не помню, которая перечислялась к родственникам, а этот он к нам не попал в поле зрения. 26-летний Виктор работал наладчиком медицинского оборудования. Молодой человек часто заходил на чашку чайки Елизавете Ивановне, матери Ивана Пелгина. Тетя была единственным человеком, кто относился к парню с теплотой. Пенсионерка заменила ему умершую мать. Для него тетя, в общем-то, ну так скажем, по бытовому, это практически самый близкий человек был, на помощь которой он мог рассчитывать. Правда, был еще один человек, который симпатизировал Весвалову. Бывшая жена Алексея Александрова Людмила Киеру. Молодые люди вскоре сблизились. Индийское кино. Оно в Советском Союзе пользовалось особой популярностью. Как пели и танцевали главные герои. А у особенно впечатлительных зрителей слезы текли буквально рекой. Помню, я приносил в кинотеатры свой дешевый фотоаппарат и тайком снимал кумиров Метхуна Чакраборти и Раджа Капура. А ночью в ванной проявлял результаты своего творчества. Качество было, конечно, еще то, но снимки восточных красоток и супергероев в брюках Клёш дарили мне ощущение настоящего счастья. Вот такие были времена. Вся комната Людмилы Киеру была заклеена афишами индийских фильмов. На это обратили внимание сыщики. И, как выяснилось, не зря. Именно с индийским кино была связана одна очень нехорошая история. В тот вечер Людмила Киеру и Виктор Весвала возвращались из кинотеатра и неожиданно столкнулись с Алексеем. Тот с Людмилой был в разводе, однако романтическая сценка пришлась Александрову не по душе. Взыграл инстинкт собственника. Он со всего размаха ударил Весвала. Виктор хотел было ответить, но Людмила умоляла не ввязываться в драку. Получив эту информацию, сыщики выдвинули версию. А что, если причиной убийства стала месть Виктора? Виктора Весвала проверяют на причастность к убийству четырех человек. Следователь Васильев получает ордер и выезжает на улицу. Оперативники внимательно обследуют вещи, открывают шкафы, пролистывают книги. Неужели ничего? Но тут Васильев обращает внимание на пол. Здесь явно какой-то тайник. Сыщики вскрывают и обнаруживают окровавленную рубашку. Весвала клянется, дескать, пару дней назад сильно порезался, а постирать запачканную вещь не было времени. Правда, не может вразумительно объяснить, а зачем нужно было прятать рубашку в тайнике. Отпираться становится бесполезно. И Виктор признается в убийстве. Это он лишил жизни родственника. И не пожалел даже любимую тетю. Не упирался здесь, не пытался, так сказать, там, чего-то опровергать, доказывать, что это не он, свою непричастность доказывает. Он очень такой спокойный, несколько даже флегматичный, я бы сказал. Не тот горячий финский парень, как это так говорится. Но как тихий с виду человек превратился в кровавого монстра? Что толкнуло его на это страшное преступление, в котором погибли четыре человека, в том числе и трехлетний ребенок? Он не хотел убивать. Это получилось фонтанно. Но стал чудовищем. Он надел перчатки, он стал вытерять пальцевые следы. Кто довел его до греха? Там разов сошел, грубо говоря. И в чем он раскаялся? Короткое замыкание. Финал громкого уголовного дела из истории советского сыска. На допросе Весвала признается. В семье Пелганин он всегда был нежеланным гостем. Евгения ненавидела родственника. Так же сильно, как и мать мужа. Невестка порой поднимала на Елизавету Ивановну руку. Так что же произошло в роковой день? Виктор зашел, чтобы забрать сверла, оставленные несколько дней назад. Но Ивана не застал. Тот уехал в командировку. Евгения встретила незваного гостя холодно. Он сказал, не нужно нам твои сверла, забирай. Мы без них обошлись. Виктор все же заглянул на кухню, чтобы поздороваться с Елизаветой Ивановной. Старушка пекла блины. Молодой человек сразу же понял. Тетю снова избивали. Он заметил, у нее был синяк. И он очень хотел спросить, не Евгения или Николаевна представила ему человеку этот синяк. Весвалов бежал в спальню, где Евгения вешала шторы. Прямой вопрос вывел женщину из себя. Она стала обзывать Виктора, не стесняясь в выражениях. Нервы молодого человека не выдержали. Внутри пробежала дрожь, и давно копившаяся ненависть вырвалась на руку. Парень схватил лежащий на подоконнике молоток и со всей силы удалил. Вот здесь у него не было умысла, будем так говорить, у Виктора на совершение преступления. Это получилось спонтанно. Евгения рухнула на пол. Она мертва промелькнула в голове Виктора. Но что же делать? Там же тетя. А вдруг она сообщит в милицию? А маленький Андрюша? Он тоже может проболтаться, что видел меня. И тогда все. Конец. Весвала осознает. Выход один. Убить всех. Он решил, надо убирать свидетелей. И вот дальше уже идет убийство с целью сокрытия следов совершенного преступления. Виктор забежал на кухню и расправился с любимой тетей. Елизавета Ивановна не успела ничего понять. Старушка лишь захрипела и тут же умерла. Через минуту Весвалов бежал в комнату маленького Андрюши. Мальчик играл с любимыми машинками и не успел даже крикнуть. Казалось, Виктор уничтожил всех свидетелей. Но тут дверь неожиданно распахнулась. На пороге стоял Алексей. В троллейбусном депо, где он работал, отменили совещание. Когда Александр только переступил порог и тут же получил удар по голове молотком. Раненый Алексей пытался спастись, но так и не смог. Убийца догнал его. Весвала подстраховался. Перерезал горло своим жертвам. Чтобы наверняка. А потом перевернул все в доме. Пусть милиция думает, что здесь побывали воры. А затем убийца стал лихорадочно заметать следы. Он надел перчатки, он стал вытирать пальцевые следы. Он выскочил из квартиры, захлопнул дверь. А потом вернулся через два дня. Преступник открыл квартиру ключами, которые обнаружил в наспех прихваченной куртки. Куртку предусмотрительно сжег. А вот окровавленную рубашку не уничтожил. Пожадничал. Решил припрятать. Но как получше замести следы? Конечно, устроить пожар. Убийца зажег свечи, сверху поставил домиком книги. И открыл газ. Расчет был прост. Бумага вспыхнет и раздастся взрыв. Однако весвала просчитался. Свечи оплавились, а книги не загорелись. На допросах Виктор сидел бледный от страха. Он никак не ожидал, что его так быстро вычислят. И придется отвечать по всей строгости закону. Ведь он не только лишил жизни четырех человек, но и подверг смертельной опасности жильцов многоквартирного дома. Это попытка, так сказать, организовать пожар, а может даже и взрыв. Виктор Висвала получил высшую меру наказания – расстрел. Говорят, ожидая приговора, молодой человек едва не сошел с ума. Настолько сильно он боялся смерти. А Людмила Киева быстро забыла о своем возлюбленном. Женщина переехала в другой город и, говорят, удачно вышла замуж. Так закончилась эта драматическая история. Впереди моих героев ждали новые уголовные тайны. Но об этом как-нибудь в другой раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова